Боисказ! Сегодня на праздничном богослужении у нас с плодыкой нашей Это тридцати лет, как мы вновь основали эту деревню Я приехал 14 мая, сошел с поездом Со мной были еще две сестры, Надежда Васильевна, жена брата и еще одна, Валентина Афанасьевна Дошли до первых берез в околке Стали на колени, помолились, попросили Господи, если угодно воле Твоей То благослови нас и споспеши все нам в нашем деле Чтобы задумали сделать, чтобы здесь поселиться и жить Я не думал, что это уже община будет Нет, я поселюсь и буду, может быть еще кто-нибудь приедет Просто жить здесь Но пошло дальше И были великие препятствия Такие Но они как-то рассеивались Потому что было много Поддержки у нас молитвенной Больше, чем физической поддержки было Были, помогали люди Местный директор Хоть был коммунист, но помогал нам Лошадь там продал нам Значит, там еще другими То песку привезут, попросит То еще что-нибудь такое Было такое А от государства по сей день не было у нас Чтобы поселиться Ну, ничего не было Единственное, что было Было такое У меня спросили Как дом построить? Я говорю, это дом Мне президент помог построить Тогда было от президента Тех, кто приезжает из города и поселяется в деревне И занимается сельское хозяйство Вдавалось 300 тысяч главе и 60 членов семьи Мне выделили 360 тысяч Я их сразу перевел на кирпичный завод И кирпича хватило как раз на дом Но строил я сам Помогали кто я? Камничек, поэтому Вот это была такая компания Больше ничего не было Электричество мы сами проводили по деревне До деревни нам довели Сделали А в деревне все сами Ставали столбы Провода где-то сами лепили Что-то связывали Вот Сейчас обратился, чтобы сменить это Взяли на баланс Уже три года прошло Каждый год звонили Да, да, мы имеем за номер Видать нам нужно еще что-то делать Все делается с трудом То закрыли Отменили Поезда, чтобы не ходили Но здесь подсуетились А мы сразу Давай во-первых Всех озвалили Молитесь Ну а сами стали мы И в приемную Медведева В прокуратуру В Алтайскую газету Губернатору Два дня не остановился Поезд Дальше вновь стали останавливаться И по сей день Маленькую будочку поставили нам Железную там на вокзале Вот так То есть Маленько все-таки есть какая-то такая Забота О людях Ну а что? Дальше у нас Фермерское хозяйство есть Было немного Я первый фермер был У меня было 85 гектаров земли Мне выделили Ну и лет десять я Чистился фермером Конечно работали другие А потом у меня Я передал Более деятельному человеку Вот сейчас у нас Более тысячи гектаров Обрабатываем Теперь на нас Это у нас градообразующее предприятие Мы так считаем Почему? Ну потому что Здесь Можно будет и отходы Взять тех, кто Держит скотину И техника есть Там стенокос и прочее Уже сегодня Так бы сказать Легче бы стало нам уже жить Но Другое, что Не дают сельскому Человеку жить Это и цены на горючее И цены сниженные на то, что урожай собирают Препятствия такие просто Начинается уборка или посевная Цены на горючее поднимаются Бывает так, что даже и невыносимо бывает Даже и крупные фермеры Это невыносимо Но потихоньку все-таки живем Слава Богу Ну и Что сказать еще Такое Многие дети у нас Выучились уже Ну кто-то Разъехались Некоторые Вернулись После учебы Работают здесь Вот У фермера Барабаш Игорь Сын Теренти Все вместе После политического института Работают На этом Другие там Вернулись Ну Работают там Тартаристами Два Значит Человеком Молодых После университета Да? А? Нет Нет Этих которых Тартаристов нет Одного там Техникум Было Вот А второй Не было Вот Армия Отслужившие Армию Отслужили У нас есть один В президентском полку служил В Кремле Вот Служил там Ну и в разных В частях В Германии Один в Германии Служил Это в 90-е году Он мобилизовался В 91-е Вот Такие Ну и в разных Были Некоторые Закончили Высшее образование Там Медицинское Сестра На врача Вышла замуж А в Томске В Томске живет Там работает врачом Ну и другие То есть мы Когда Мы такой цели не стали Чтобы вся молодежь была здесь Это невозможно Просто Мы старались только одно Дать им Подвести под них фундамент Чтобы они Когда будут в миру Чтобы Строили дальше Дом не на песке Чтобы было Какое-то основание Духовное Да Столько всего Вот Ну а как дальше и что Слава Богу На сегодняшний день Нам никто особо не мешал Вот Это большая была помощь Когда Мы поселились Там приезжал Первый секретарь райкома Уфаев Очень Уговорил нас Чтобы мы не селились здесь А вот В любой какой-то деревне Там мы Квартиру обещали Все Я говорю Мы приехали Я приехал домой Это Родная наша земля Мы здесь выросли Родились Выросли Каждый Бугоров Каждый Костик знакомый Я попросил его Сели там на берегу Я говорю Только Александр Алексеевич Я попрошу Ваши Да нет у нас ничего Мы не можем помочь Я говорю Дайте Ну человечество Или свое коммунистическое слово Что не будете нам мешать Он по руке Вот это я вам вещаю Ну а вскоре в августе Это уже прикрыли Этот кабинет Он потом стал Заместителем губернатора Был по сельскому хозяйству Как-то заехал Это лет уже Десять-двенадцать прошло Мы обратно Я потихоньку Рассказывал Да, много вы сделали Много О, молодцы Я его довел до того места Где сидели И сели Я говорю Я вас очень благодарю За вашу великую помощь Он говорит Да что ты Аготочка Я говорю А вот Помните вы обещали Ну не мешали Я говорю Нет, вот за это вам благодарна Что вы не мешали нам Это была великая помощь Нам Что не было никаких помех Мы сами все доставали Где-то как-то Люди помогали Не столько Помогали Вот Первая такая помощь Деятельна была Скажу Это мне помог Тогда Эпископ Берлинский И германский Марк Он с одним человеком Я был в Москве И человек это Нашел квартиру Где этот квартир Заходит А высокий такой По два метра В плечах такой Богатырь И мне передает Конвертик Я конвертик Это видел Мне как раз Хотел на самосвал В ГАЗ-66 Ну тогда мы что Представьте У нас Самосвал Ну уже все Землю там глину Песок Можем возить Там где-то Что-то Уже у нас такое Вот это было Самое деятельное Ну сейчас он уже на пенсии Этот самосвал Вот так вот Вот так вот Было все Сейчас конечно Если бы Я так говорю Сегодня бы Начинать это делать Сегодня бы не сделать Потому что всему Иначе свое время Тогда Было такое время Что и расположение Было такое И во всем И в духовном организации Общины было Какое-то время Что мы С 90-го года И по 2007 год Находились В юридикции Зарубежной Русской Православной Церкви Случилось это Просто Даже я и не знал Никогда Что есть зарубежная церковь А как-то так Вот там Кто-то нашел Это было Ну вот так было А потом уже Знаете все это Производ каноническое общение Вот Зарубежные церкви Поэтому мы так вот Сегодня и Живем в этом И Слава Богу Храм Это был заброшенный клуб Там есть фотография Вот смотрите Обратите внимание Вот это было Вот такое Вот это Смотрите Смотрите Вот какое здание Это было сейчас Это было вот такое Это бывшие колхозные клубы Но там бритые Его сняли Все Все Заложили И все сделали Все И вот сейчас Половина школы Половина храм У нас Из этого здания Ну а дальше уже Дома строили У нас дома построены Разного из Разного материала Первый дом был построен Из Самонада То есть глина с соломой Делали кирпичи Потом там Грусовые Есть дома Дом из камыша То есть Камыш наполнитель Делали А внутри камыш Прекрасный дом Можно посмотреть Из кирпича Единственный дом из кирпича Это мой дом Из кирпича За 360 тысяч А? 360 тысяч Получилось Это был 93-й год Не, 92-й 93-й я уже начал строить Вот в 92-м году И я тогда на этом самосвале Когда купил осень И я на нем Возил за 25 километров Был кирпичный заводик У меня ни шофер Ни прав не было Я сейчас сам Ужасаюсь Как я? Уже декабрь месяц И я на самосвале На этом 25 рейсов Делал туда Сегодня Я ни за что бы не сел даже А тогда Видать На 30 лет моложе был Мне было только 47 лет Вот только Как-то было такое Бодрость там, сила Не страшилось ничего Какое-то Какое-то Безумие какое-то Бестра Если зимой едешь Мороз был 35 градусов Я бы заглох Это бы Замерз Машина Я бы замерз А вот так вот Господь хранил Все Ни разу нигде не сломалось Вот такое было А сегодня Сегодня мы бы даже и не взялись Почему? Потому что все Очень Дорого И Другая политическая обстановка Сегодня бы не получилось вообще Многие пытались это сделать тоже Один человек Не читанав Зажиточный Вот В нашем районе Он попытался Десять домов построил на свои деньги Людей Там пригласил Чтобы Один потом из них приехал к нам Семья приехала Узнали про нас и к нам Но у них видите как другое Мы По уставу Устав у нас был Что запрещается у нас пьянство Курение Ствернословие Вот И поддержка друг другу Что-то это Чтобы своими Силами Разрешить Обращаться В суд Только С благословением И разрешением Общего собрания Что если сами не можем разрешить это Тогда можно Обращаться Властям А так разрешать Все сами У них началась У него там Что пьянка Воровство И то есть распалась И воровство дома Но я переехал в маму А то сейчас сам за ним Видите как Из всех разрушенных сел на Алтай Это более трехсот Которая Старая возродилась Единственная наша Мы добились Официальной защиты Вот Документ Который Надо копию Я снял Да Все Нам дали Вернуть Вернуть Постановление Краевого Совета Восстановить Поселок Потеряль По соответствующим комитетам Произвести Надлежащее Меркулятору Ну земельное там и прочее Вот После этого мы стали уже Полноправными Равниными Вместе За нам легче было уже Обращаться Но до этого я должен был Даже в Думе побывать Вот так После этого Мнение местных депутатов Изменилось тогда И Мы стали уже Более так Ну Вот так вот Красиво Кто больше знает Здесь есть бывшая Наша деревенская Вот Которая Жили Вместе мы Росли Вместе в школе Приучились Но потом Когда деревню Разручили Приехали в соседнюю деревню Мы И сегодня Поддерживаем Дружеские Близкие Отношения С ними С ними Так Кто Ну все Я больше не буду заделать Тоже Кратко что Говорите Что Дадим Слово Завая Разрешите Я с этой стороны стану Чтоб видно было Советская власть Запрещала По-настоящему Верене Бога Тем более Коммунистам Но что интересно Делали одно Маленькое исключение Оно было еще В Древнем Риме Диокретьян делал так Которые оказали когда-то Помощь Властей А сейчас открыто Проповедовать Я когда посчитал Денис Ростовского Даже Засомневался Как Ленин разрешил Ходить в церковь Тем Которые В особо тяжелый период Для партии Особо важные услуги сделали Так вот у нас здесь есть люди Которые В особо Тяжелый момент Такой был Когда даже У нас полностоп не было Потерянки Среди нас они есть Я попрошу Приподняться Когда я скажу Одну минутку Сископ Алексей Семенович Главный агрономист Вопорщина Это мой крестник Спаси Христос Он Помогал Пробивал везде Подписать Три диктары Там депутаты Все Все собирал Это вот Второе За два года До начала Основной Потерянки К нам приезжали Уже Фотокорреспонденты И один из них Здесь Я попрошу Преподняться Галенко Владиславович Был В Амантовском МВД Его Затребовало Краевое Все Не было Цемента То есть Веры А приезжали Я не знаю сколько Вот я не вижу Глушко Он знает Чуть ли сорок Грузовых машин Приехало Построили двухэтажные дома И все бросили У нас Вера Я хотел дальше Остановиться на том Что нужно уметь Ладить с властями Уметь И ничего не выпускать Попутно Хочу сказать Люди есть Которые мною уважают Как Протодиатом Все Андрей Курай Которые там Лишили Сана И другое Они могли все сохранить Надо вовремя Остановиться Где, как Ну вы знаете В Среднеуральске Как было Наконец отняли монастырь И все И все И посадили Я в прошлом году еще Давал программу И писал Как сохранить отношения С митрополитом Кириллом Тоже Кирилл Установить добрые отношения Приди и сказать Ну я говорю о Игумии Который там был О Романов Явка положил неправильно После крещения То он убийство совершил Я снимаю себя сам Владыку Благословительнее быть Но Монашество то не снимается Дальше Владыка Располагался хорошо Я пишу Сохранить отношения с Владыкой Нет всех И патриархов Всех она придет Только думаешь Господи Да что же это делается с нами Он бы сказал Владыку У меня столько людей Да много было Я ему разрешил Привезти 200 человек сюда Проводил занятия По два человека Никаких местоневских групп Не может быть Отделов Господь двенадцать апостолов Посылает по два Семьдесят Здесь брать по два Кирилл По два Моисей Закон такой И мы бы сто групп Направили уже И Владыка благословил бы И благословил тебя и монастырея Те которые уже рукоположны Которые Монашество поставили Они бы были все там Сделался врагом всех Но Он мне Просто это Работаю по сердцу И тут пишут в интернете Поправить положение Никто не может Кроме меня Я удивился даже Но они стали говорить Он в тюрьме Нужно проникнуть Там и для них заняться Я пишу Начиная с президента В Государственную думу Генерального прокурора ФСБ По наказаниям Которые Там аж не здешние Письма считаются Весь список Ваши отношения Ко мне Все показали Меня Посадить в камеру Арестовать В соседнем Я две недели нахожусь И потом Я не буду разговаривать Я буду молиться И дальше буду говорить Я уже с тобой Двадцать предметов Библия Симфония Что делать Много сейчас об этом знают Ответ отовсюду пришел Кроме патриархии Это можно было сделать Можно И он бы этого не знал А я бы сказал Выйти перед народом Покаяться Все сохранить В этом же положении Можно было обязательно Выпиливать двери Как это показывает Монастырь Если ты ценил Свою должность И ты знаешь Что ты нужен Сделай У нас благое Тихие И вот У меня материалы вышли О войне О том, что проповедь для всех На русский язык И он сразу Батюшку запрет Меня отключить Я сразу объявил всем Я сразу ухожу Но В университетах Я вел занятия В пяти университетах В тринадцати тысячи школах Во всех отделах милиции Краевом УВД Воинские части Радио Епископ не власти Я не в церкви А ему я сразу подчиняюсь Я скажу Проходит время Господь ему положил За сердце Ничего этого не делать Вот Я всех призываю У нас отец с матерью Полкласса не кончится Отец с фронтой без руки И мы ни разу А в семье десять ребятишек Пять мальчишек Пять девчонок И мы ни разу не слышали Что бы они ругали власти Вот эти наварные Вот эти мятежи Не выходите на митерги Не мучите воду Достаточности воды нам Эти которые дали Нам позволили А то у меня 38 домов книг Деревню открыли 120 тысяч кран Это проехало От Владивостока до Португалии Скандинавии Прибалтики В 650 библиотек Подарили книги Нам обошлось Это в 35 рублей И власти нам везде содействовали Милиция за всю жизнь Мне не сделали ни разу плохо Дорогу останавливали Пришли к начальнику Поначальник увидел кто мы И сказал отпустили их По скорейшему Вот как Ценить надо Мы Здесь был другой епископ У нас сильно не ладилось И мы все время молились И сейчас Видите как все пошло Мы просим Помнить это всех Молиться У нас я вижу тут и священники Приходят Когда мы ехали Ставка приехала Вот Я могу назвать даже вас Да? Можно Можно встать назвать Павел Суворов Вот 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 У меня твой брат сидит Священник На Тульской партии Это там Ставка Мы туда контейнер И их забрасываем А от них тогда Повсюду И в ближнее дальнее зарубежье А в второй раз и в Калуге были И власти Повторяю нам Нигде Мне ни разу не воспрепятствовали Не считая Ну Отношения Армении с Азербайджаном Через Грузию надо было Ну и там и прошли И даже было Мира Такой Который не верит Богу А что-то я говорю Где будет болеть И он у меня попросил На таможне Азербайджанец Значит Слово я к тому сказал Что Видите как Нас власть противоречения не трогает В прошлом году В прокуратуре приехали Что у них тут батюшка Все показал Регистрации Никаких претензий нету Цените то, что нам Бог дает Ибо всякая власть от Бога Когда она не противоречит Иначе она будет антивластью Благодарю за внимание Спасибо вам Так, кто еще? Можно секундочку сказать? Одну секундочку Перейдите, пожалуйста Я вам приведу Весточку Натагазька Карповна Лыковой Вот ваша фотография Посмотрите, пожалуйста Удивительная Женщина Столько духом Столько телом Маленькая Небольшая Делает такую работу И для вас Я понимаю Откуда Спасибо Для вас Это Игорь Созовович Тоже такой От Агафьи Лыкова Да, от Агафьи Лыкова От Агафьи Лыкова Приехал Привет даже От Агафьи Лыкова Нет, не совсем привет Потому что я был В 19-м году В 20-м году Пандемия Не удалось здесь ездить Но надеюсь В этом году я слетаю Их Да 76 лет Жива Здорова Не хочется летать? Да Так что Это вам Оттуда Весточка Это такая Спасибо вам огромное Так Вы что Оставили Ну дарили Конечно Я потом привезу вашу фотографию Ладно? Ладно А кто еще Может сейчас сказать Да Вот видите Здесь последний Так Геннадий Павлович Наш бывший Он здесь рядом Вот дом живет Сейчас живет Сосед Пчеловод Внимать Симпатикой Ну Так Я Я Каждый раз Когда вы Вас потеряете И У меня Такое волнение Оттого Что я бывший житель Но Уехали мои родители И увезли меня Когда я Заканчивал 8-й класс Отсюда И вот 20 лет После этого 20 лет Деревни вообще не было Ну как Задвинули Бульдовером все Сюда Даже сейчас Этот холм Стоит В поле И вот Такое было Тяжелое Чувство Что Была деревня И не стала Деревня И не стали мы встречаться Кто здесь жил когда-то Не к родителям Приезжали Не к родителям Наших Но Нашли Дальше 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 И Дальше 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 Ушел на пенсию Потеря Дальше Ну все Дальше Дальше Больше Не важно Дальше Я помню Благодарю Дальше 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 Никто не знает Владыка Святый Вы знаете Что этот человек Миссионер Вот эти 38 книг Или 37 Там Три тысячи Вопросов Которые Отвечены Отданные Ответы по Библии По Слову Божию Этот человек не нарушает Ни светских Ни духовных законов Я знаю то что я знаю Кратненько могу сказать Что Когда-то он отсидел за что За то что он начитал Жития российских святых За то что он Он начитал на диск У меня эти кассеты Их много Они сейчас на чердаке лежат Диски такие Большие Он начитал там Архипелат Благ Его посадили Он отсидел Отсидел Потом когда он вышел Из этого лагеря Он обратился там уже Как-то себя реабилитировать Я точно не знаю Но по-моему Районы Краевые Это дошло там до Москвы Дошло до международного суда И его оправдали Его оправдали Ему приписали компенсацию Там несколько миллионов Так что если вы хотите Каких-то неприятностей Пожалуйста Отказывайтесь Это его автарский труд Он не призывает Ни к терроризму Ни к повиновению Там патриарху Ничего нет Он просто говорит свое мнение Ну вот смотрите Лучше не делайте Потому что придется Через печать Можете приносить Извинения там Это уже было в такой практике Ну это все прошло И благоразумно Все это замерили И никто ничего не стал Спасибо вам Владимир Тихонович За то что вы показываете Вы провели Насколько помню Привезли 200 городов По-моему Городов России Которых отдали Своей литературой Областной библиотеки Вы были во всех Почти городах Европы Кто может сказать Что вот так Но что быть Естественно Не тратить никому Спасибо дорогому Владыку Вашу Когда говорят Что он сектант Иритикт Что-то мне вешает На него Ничего не пристает А я бы тебе сказал бы Если служит правящий Литрополит Владыка То кто вы тогда Если вы называете Сектантом И есть еще и посетители Но я не буду распространяться Все устали сегодня Я лишь хочу пожелать Дорогой Игнатий Тихонович Дорогой батюшка Отец Иаким Я вам скажу словами Апостола Павла Послания Титов Там кажется Смотрите Будьте все Единомысленны Сострадательны Братолюбивы Милосердны Дружелюбны Смиренно мудры Не воздавайте Злом за зло Или ругательством За ругательством Напротив Благословляйте Знайте Мы признаны Тому Чтобы наследовать Благословения Бог гордо противится Смиренным дает Благодать Вот я хочу пожелать Чтобы все христианские заповеди Любовь Сострадание Милосердие Вера Это было у нас Во всей жизни И у меня в том числе Я хочу пожелать здоровья И вашему дорогому владыцу Мне приятно слышать Что после того Как вам относились Теперь у вас очень хорошие Нормальные Какие и должны быть отношения И только Хочется еще и попросить Чтобы все молились И может быть Бог даст Какого-то Помощника Хотя ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ 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 ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ